В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Если скандала нет, то его надо выдумать. Верные этому безотказному принципу самопиара, некоторые персонажи местной политической тусовки отчаянно, но безуспешно стараются развязать в Самаре некое подобие скульптурной войны. Но так уж повелось, что любое появление на городских улицах нового арт-объекта эти деятели воспринимают как еще один шанс заработать политические дивиденды. Если хорошими делами прославиться трудно, это же работать надо, может даже с кем-то ссориться, в конце концов определиться с кем-то, с белыми или красными, на митингах оппозиции или в коридорах власти, ошибка может дорого стоить и поставить крест на амбициозных мечтах о вожделенном кресле. Воевать с извояниями куда безопаснее и приятнее. Здесь и в остроумии можно потренироваться и лишний раз о себе напомнить, а вось не зря. Если даже невинные городские скульптуры, призванные разнообразить уличный пейзаж, вызывали массу кривотолков таких деятелей, что уж говорить о таких серьезных поводах, как установка памятников. Так в мае этого года банальная историческая дискуссия, быть или не быть в Самаре памятнику белочехам, неожиданно переросла в настоящую потасовку. Мне стыдно за то, что мы ведем себя как нецивилизованные люди. Элементарно. Но мы видим, что вы не знаете. Браво! 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 Залыхает гражданская война. Ну а завершается 2013-й тоже под залпы информационной войны. До драки, слава богу, дело пока не дошло, но страсти нагнетаются. По старой доброй традиции на пустом месте дезинформации. Поводом на этот раз стала установка памятника Иоанна Снычева, автору многочисленных трудов о судьбах Родины, 20 лет служившему архиепископом Куйбышевским и Сызранским. Иоанн Снычев был одним из тех, кто ратовал за возвращение городу его исторического имени. Сама идея установки памятника появилась не вчера, об этом говорят уже лет 10, но вот недавно сколыхнулась новая волна полемики. Две инициативные группы граждан никак не могут договориться друг с другом. У каждой есть свое представление о том, каким должен быть памятник священнику и общественному деятелю. Чтобы прекратить инсинуации и найти уже компромисс, мэр Дмитрий Азаров предложил собраться всем заинтересованным сторонам вместе. На встречу пригласили экспертов, архитекторов, историков, священников. К сожалению, личность Иоанна, она используется определенными кругами, так называемыми русскими националистами, в своих целях, в политических. И это тоже наносит ущерб имиджу Иоанну, безусловно. Я считаю, что нужно обязательно с Самарской епархией, обязательно, так сказать, должно быть согласование, налаживание контакта. И памятник обязательно должен быть. Обязательно, без согласования, без понимания единства Самарской епархии нельзя двигаться дальше. Епархия, она, ну, сменила несколько своих позиций, стала гораздо более мягшей. Я думаю, она сразу имела позицию вешенную. Давайте мы услышим о представлении епархии. Что же мы за них все говорим? Владыка обозначил, что позиция положительная. Почему? Потому что общественность собирается устанавливать этот памятник. Это идет не сверху. Что-то русская православная церковь навязала в очередной раз какую-то свою идею. А именно гражданское общество у нас имеет вот эту инициативу. Мы просыпаемся сегодня. Давайте попробуем вместе разобраться вот в той ситуации, когда есть две фактически инициативные группы. Насколько я понимаю, два памятника. И давайте здесь тоже вот взвешенно, без эмоций, разошьем и эту ситуацию. Потому что она, когда два памятника, это уже определенный конфликт. Но без эмоций не получилось. Одни настаивают на монументе, автор которого ныне покойный скульптор Вячеслав Клыков. Другие предлагают проект парного памятника, который изображает отца Иоанна, его наставника и предшественника Владыка Мануила. И если первую фигуру оценивают как слишком пафосную... Этот фельдмаршал проводит рекордностировку на поле будущей битвы. Он такой в жизни не был. Абсолютно. То изображение Иоанна и Эммануила называют излишне скромным. Он слишком скромен, слишком унизителен для русского духа. Мы должны не забывать, что и митрополит Мануил, и митрополит Иоанн были монахами. Монахи вообще считаются земными ангелами. Поэтому здесь от нижних к унижению в этом памятнике. Мы слишком занижены оценки. Вы же не пригласили ни одного эксперта нормального по этой скульптуре. Так мы решения еще не принимаем. У нас первый диалог, а вы с обвинением. Это опасно очень. Начинать диалог с обвинением. Я думаю, это неправильно. Я уже заканчиваю диалог. Для тех, кто не в курсе, в составе мемориальной комиссии есть эксперты разного толка. Там есть скульпторы, там есть архитекторы. И поверьте, достаточно профессиональный коллектив, чтобы принять взвешенное решение. Вот Соломон именно такое решение принял. Я думаю, что все присутствующие эту притчу хорошо помнят. Который как раз позволил определить тот, кто любит по-настоящему дитя, а тот, кто претендует незаконно на что-то. А здесь у нас амбиции, либо светлая память о человеке. С Ломоновым решением нужно принять и о том, где ставить памятник. Сторонники монумента работы Вячеслава Клыкова настаивают на площади Куйбышева. Но их оппоненты уверены, место не очень удачное. Здесь кипит светская жизнь, парады, концерты, ярмарки. И предлагают альтернативу. Ильинскую площадь, угол улиц Красноармейской и Арцебушевской. Здесь неподалеку есть дом, где отец Иоанн принимал паству. При этом, по словам Виктора Тархова, парный памятник будет окончательно готов уже к новогодним праздникам. А вот где находится монумент работы Вячеслава Клыкова, это почти детективная история. На московском складе его не нашли. Памятника на территории фабрики нет на 100%. Вот информация. То есть вообще неизвестным делом. Это самая свежая информация? Сегодняшняя. Памятник, безусловно, и сам найдется, и место свое найдет. Вот представители епархии, например, предложили подарить его Петербургу, где провел свои последние годы отец Иоанн и где он похоронен. Представляете, Самара себя проявит как? Мы подарим Питеру памятник. Удивительно, замечательно. Вообще, представляете, какой здоровский шаг. Компроменсное решение примут, учитывая мнение горожан. Два проекта памятника архиепископа уже вынесли на обсуждение. Так что у этой дискуссии есть один безусловный плюс. Она не шквал общественного возмущения вызвала, как уверяют политические спекулянты, а напротив, играет роль просветительскую. Ведь по факту очень многие горожане и не слышали об Иоанне Снычеве. Теперь вот задумаются. Нет, первый раз от вас слышу. Ну, скорее всего, какой-то святой. Снычев, может быть, какой-то поэт. Ну, наверное, какой-нибудь художник, судя по имени и фамилии. Ну, наверное, кто-нибудь жил в Самаре, какой-то деятель самарский. Да, это митрополит Самарский Куйбышевский. Я читал о нем многое. Многое сделал добра. Конечно, надо поставить. Обязательно поставить. Я так считаю. Ну, конечно, нужно делать, только нужно место определить. Я не думаю, что это должно быть в Площадке Куйбышева. В декабре уверенно подошел к середине. Самое время начинать подводить первые итоги уходящего 2013-го. И потому вторую часть передачи хочу посвятить коммунальному триллеру, который приключился в отдельно взятом доме, за которым наблюдаю не первый месяц, и где, наконец, наметился поворот к лучшему. Речь о многострадальной многоэтажке на больничной 20А. О ней впервые упоминал тогда, когда рассказывал о капитальном ремонте, который сделали в этом году в 14 самарских домах. Но если большинство зданий сдали точно в срок и без всяких истерик, то на больничной с самого начала не заладилось, а потом и вовсе превратилось в форменный кошмар. Люди задыхались от строительной пыли, мусор валялся в подъездах неделями, полтора месяца сидели без отопления. Все потому, что подрядчики местной ТСЖ не могли договориться о доступе к коммуникациям с арендаторами первого этажа. Ну, а самое страшное приключилось, когда отключили канализацию. Подручными средствами пользовались. Дети в баночку, в бутылочку, потом это все выливалось. Сосед вообще это все на голову попал. Хорошо, он говорит, я был в капюшоне. Ну, у нас народ не весь может спускаться и куда-то выливать. Кто-то просто с балкона вылил. Так что у нас очень весело и хорошо. Кому-то повезло, терпели три дня, а кто-то и целую неделю. Вот они полный стояк сделали за семь часов. Семь часов, а меня продержали семь суток. Маленькая разница. Вот и считать, если так вот по семь суток каждый подъезд, да, мы к июню, как говорится, будем культурно жить. Ремонт идет в полной тайне. Никто не знает, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра. Мне кажется, запутались и заказчики, и исполнители. Люди работают, отпрашивают, с работы приходят, и никакого результата. Раз, отпрашивается, два. У нас есть соседка, которая просто на работе говорит, мы тебя выгоним. Что же у вас такое за капремонт? То есть нет никакой системы. Начали на наших стояках делать ремонт, потом бросили, перешли на другой подъезд. Сейчас нам каждый день врут, вот просто врут. По другому слову нельзя употребить, что они вот не сегодня, а завтра дословно. Мы к вам придем. Странно-то, сажать, нет никакого контроля за этим графиком ремонта. Впрочем, изредка жители все же баловали объявлениями. Правда, с несуществующими в календаре датами. Очень интересно, 31 ноября, это когда нам ждать? Короче, как 38 мая пусть. Ну вот какие у нас интересные объявления. В итоге жители вынуждены были сами выяснять отношения с подрядчиками после того, как у них залило квартиры. Вот я у себя дома сначала делаю так, как положено. А почему они у себя так не... Мы у них работаете не выполняли. А почему вы не проконтролировали? Почему должны мы контролировать? И уговаривать рабочих проявить милосердие. Так, кто подойдет ко мне? Ну, как вы считаете, что у нас не квалифицируемые специалисты, значит некому приходить. То есть мы оставим людей без горячей воды, правильно понимаю? Ну, если вы считаете, что эти не специалисты... Валяр, я прошу сейчас подойти вас. Валяр, ну это уже не серьезно. Это уже прямо как в детском саду. То есть вот смотрите, за... Вот то, что выделяет государство, за то, что мы должны еще заплатить, мы должны вот иметь вот такие вот мучения и страдания. То есть тратить свое время, бегать, кого-то упрашивать. Ну, а где был председатель ТСЖ Александр Филоненко? Ведь это он должен контролировать ситуацию. По словам жителей, он был занят более важным делом – капитальным ремонтом в своей квартире. Правдив ли слух, сказать ничего не могу, дома я Филоненко не застала, равно как и на рабочем месте. По телефону внятного диалога тоже не получилось. Вы только поймите такую простую вещь. Сейчас вот это вот самое говно на меня хотят излить. Это мои недоброжелатели, назовем их так условно. Полные придурки. И раздражает их ровно то, что начался капитальный ремонт. Ну, может быть, все-таки мы с вами встретимся? После выхода передачи председатели ТСЖ вызвали на воспитательную беседу в районную администрацию. Но Филоненко оказался из той категории людей, которые с первого раза не понимают. Рекомендовали председателю общаться как можно чаще с жителями и разговаривать с ними, объяснять, что происходит, каковы действия на сегодняшний момент, что планируется и в какие сроки произвести дальше. По всей видимости, взаимопонимания между председателем ТСЖ и жителями не найдено, как ни странно. Из-за этого все, собственно говоря, и проблемы. Но со стороны администрации тотальный контроль, если это можно так сказать, ведется за этим домом, за действием председателя ТСЖ, и активно поддерживается, получаем обратную связь от жителей, что здесь происходит. Окончательно, как бы срок стоит 20 числа, но на этом мы не закрываем тему. Если у кого-то что-то не будет доделано, мы, естественно, с подрядчиками будем добиваться, чтобы они им все сделали, то, что намечено. Чиновники от ЖКХ на больничную теперь переезжают как на работу. Дело сдвинулось с мертвой точки, отопление подключили в конце ноября, в доме заменили всю канализацию, сделали половину стояков с горячей и холодной водой. Строительный мусор из подъездов убрали. Но вопросов еще остается много. Перебои с водой и электричеством. А недавно среди жильцов пронесся слух. Деньги, выделенные на капремонт, якобы закончились. Они рамы поставили, запенили, честь отдали и пошли. Надо пену срезать. Сказали, мы денег нет, мы дальше не будем. Денег нет, ничего не будет. Вот видите, вот это. Пока это нет, потому что пена сгниет, рассыпется. Или специально людей травят. До 20-го числа все откосы должны быть доделаны. Они сказали, не будут делать откосы, нет у них. Вы их не слушайте, все должны сделать. Кто будет за это отвечать? Кто? Кто будет отвечать? Кто? Ваш председатель? Он же у вас ответственное лицо. А он это стесняется. Он у нас до такой степени скромный. Это бесполезно. Мы с вами делаем телеграмму, через письма общаемся с председателем нашим. В приемное время он не приходит. Кстати, в прокуратуру даже забежал, попросил. Я говорю, вы уж ему позвоните, чтобы он пришел. Ему помощник прокурора звонит, он на повышенных тонах с ней разговаривает. Она его успокаивает и получает от него информацию. После этого он приходит в приемное время, принимает то, что нужно. Вот так вот мы общаемся с нашим председателем. Я хочу лично поблагодарить вас и телеканал ГИС, потому что на сегодняшний день, как выяснилось, это единственная движущая сила в нашем мире. И только с помощью выхода передачи мы добились все-таки того, что слесари работали и днем, и ночью. И вот спасибо персональной слесарю Валере, который все-таки сделал нам отопление. Некоторые стыки отремонтированы вот и до. Потом вот после выхода вашей программы, то есть стали немножко слесари, скажем так, шевелиться. Ну не шевелиться, а по крайней мере их не срывать, потому что это недостатка кадров. У нас, например, как начиналось? Не доделают один стояк, они переходят на другой стояк. Получается, мы две недели с разобранной кухней, со всем разобранным сидим, ждем. Когда же они нам это все доделают? После выхода ваших программ к нам на следующий же день пришли, правда, не очень довольны, что мы жалуемся. Но все-таки доделали, по крайней мере, хоть за это вам большое спасибо. Контролирующие лица все-таки ориентируются на то, что выходит в средствах массовой информации. Они их как-то, да, на общественное мнение пытаются, ну тоже способствовать, сподвигнуть каким-то движением. Хотя, конечно, нам очень дико не повезло, как с председателем, так же нам не повезло и с компанией, которая вышла на тендер. Зато у всех жителей есть единое желание изменить нашего председателя, который мало того, что не хочет за все эти неудобства перерасчет сделать людям, чтобы хоть как-то договориться с нами, ну и вообще как-то перестал с нами общаться. Радует одно, курс на выздоровление на больничной все-таки взят, и капремонт хоть смедленно, но верно подходит к финишу. Главное, чтобы из этой ситуации жители и впрямь извлекли урок. И после окончания ремонта, когда все эмоции схлынут, все-таки поменяли председателя ТСЖ. Если человек способен довести ситуацию до такого абсурда, когда в его распоряжении были казенные миллионы, то что же будет дальше? Ведь дом поддерживать в нормальном состоянии, людям придется на свои кровные. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам, увидимся.